Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас мы будем... Корчакая ситуация, у нас 4 свинка одна опоросилась с четырьмя поросятками, а другая одиннадцатью. И мы их немножко поделим, чтобы было у неё... Чтобы более-менее они были равномерны. Во-первых, и этой будет легче, и той легче. Для этого надо их перебить запах. Ну, для этого мы возьмём сейчас... Обычный одеколон, самый дешёвый. Какой-то одеколон был. Ну, мы её сейчас научим этому запаху. Поставим её деток помажем обязательно. Просто вот так вот смачь нальём. Свинки у нас очень хорошо чувствуют запах. Её вымажем. Чтобы она не думала, что это не её свинки будут. Так, никого мы ещё не мазали. Чутьё у них очень хорошее. Свинок. Мы сейчас сделаем так, что она себя будет чувствовать запах. И нормально относиться. Ну, и плюс поросятки будут у неё пахнуть. Как она сама. И это поможет нам... Всё, пошли. Послушай, сзади поросятки, раздави. Не-не, пока не врубай сейчас. Выходите. Хорошая, сходите. Всё. Ну, если на неё хорошо так брызнем, чтобы она воняла. Всё, пойдём, это, тех брызнем. Выходи. В принципе, поросвинья, они не очень как бы умные. И они по запаху определят, допустим, что поросём какой-то не её. А по виду, по цвету она это сделать не сможет. Поэтому мы воспользуемся такой гиасобенностью. Значит, смотрите. То же самое мы сделаем сейчас тут. Поросятков обработаем. Погладим их, чтобы поняли. Мамочка ихняя. Она будет нормально относиться к этому. Можно, в принципе, можно использовать любой чудо-одеколон, чудо-духи. Не имеет значения. Тут один момент. Смотрите, имейте ввиду. Если свинка неспокойная, там, кидается, знаете, будут разные всякие ситуации. Конечно, тогда лучше пересадки никакие не делать. Она может не только не принять, а ещё и своих перестать принимать. Перемазали. 3-5 дней можно вполне делать перекид. Если разница между поросятками 3-5 дней рождением, то это всё вполне можно сделать. Если больше, конечно, делать не желательно. Играться так. Ну, так как у нас разница буквально в сутки, мы это всё проведём на урок. Мамочка улеглась. Сейчас будем делать, разделять и властвовать. Сразу мы побрызгали этим самым. Та диколом я показывал уже и тех, и этих. Запах такой. Она уже, я думаю, привыкла свинка. И мы её, знаете, что сделали? Ещё хитрый ход конём. Выгнали её погулять на улицу. Она сейчас на улице бегает. А мы в это время. А ну, открывай. Сейчас перекидочку сделаем. Давай, Лёха, на, поснимай на крошке. Тут, смотрите, какая ситуация. Если вдруг что-то пойдёт не так, то она может сожрать не только новых, новеньких, но и своих. Поэтому, если свинка какая-то нервная, там, неспокойная, лучше не баловаться. Ну, так как у нас свинка нормальная, спокойная, мы её сейчас зачудим. Её поросятки, конечно, покрупнее, но для перватки 11 многовато. Мы её разгрузим сейчас. А эта перватка четверо, она вообще оборзела. Шурюха, я перекидываю. Сейчас я, давай снимать, сейчас я самых крупных колок отберу. Я думаю, вот из рябы, рябу как-то. Вот этого рябу. А ну-ка. Я предварительно подкапываю? Чи-чи-чи. Ух ты тупая. Хороший, хороший, свинка. Малыш. Чи-чи-чи-чи. Лямок так можно полить, добрый полить, ничего страшного. Да. А диколон, ничего страшного. Так, смотри, кто из них самый здоровый. Ну, он шланг глиной. Вон. По-моему, вот. Он под руку. Вот так вот и придавить надо. Да. Лица тупая, животное. Ну, это гнездо ее. Да. Такой живой. Пойдет. Разница у них в день. В день, да. Ну, сутки, грубо говоря. Все, мы разделили. Сейчас посмотрим, как свиноматка будет все вести, если вдруг она не примет. Тут, видите, они, в принципе, одинаково раздельно. Сколько пять минут сами походят. Нет, естественно. Они сейчас вдруг ходят между собой, чтобы не кусались. Да. Они маленькие, и то, бывает, кусаются. Мы сейчас... Давай финализируем пока. Да, мы сейчас потом включимся, это самое. Красную нажимай, красную. Да, я не бросил ее. Мы поросяток ссыпали. Четыре поросенка было. От этого... Илюха, открой эту дверь, кирпич подложи. Свиноматку мы поросят побрызгали, побрызгали обычным одеколоном. Ну, нет у нас возможности спецспрей использовать. Ну, по большому счету, я думаю, это и не надо будет. Поросятки себя не дерутся. Сейчас будем смотреть. Ну, видите, обнюхавая их сразу. Мы еще последим за этим всем. Это ее поросяток. Нормально вроде. Смотри, как она вот жупая, чувствую, что какая-то может быть подводка. Ну, на-ну-ну. Да-да-да, хорошая. Ложись. Ложись, корми деток, корми деток. Хорошая поросятка. Корми деток. А, давай. На-на-на. Давай, на. Мы ее отвлечем сейчас едой. Ну, как бы... Иди, маленькая, иди, смотри. Смотри, какая тут вкуснятина. Она тоже так выделывалась. Обычный комбикорм не ест. А вот с БМВД все будет хорошо. Поросятки между собой не дерутся. Ну, мы их хорошенечко там... Давай, давай. Перемазали этим одеколоном. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что примет. Потому что свинка спокойна. Ну, имейте в виду. Возможен, возможен вариант того, что она не только чужих. Юлик, заходи, я здесь. Интересно. Все ей интересно. Иди кушай. Иди кушай, хорошая мамочка. Прямо стахановик. Четыре поросенка. Ты прям как в сказке, да? Что ты на меня обиженную так смотришь? Не я четыре поросенка родил, а ты. Иди кушай. Поросятки разница была одни сутки буквально. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Но все равно вынюхивает. Смотри, какая тварь. Прохавана, а? Да, что ты хочешь? Чувствует какой-то подвох. Мы их пересаживали, в принципе. Уже был опыт у нас. Все получалось. Но вы имеете в виду. Он сидит рядом. В идеале все это проследить, проконтролировать. Потому что первые хотя бы полчаса поглядывайте, смотрите. Может порвать и не только чужих, но и своих. Видите, какая она? Сразу обнюхивает. Вот если выходила, гуляла, только свои были, никакого внимания к ней даже не обращают. А тут смотри ты. Что-то мы там понимаем. Дольше. Да я не думаю, что для нее она умеет считать. Она же не математик. Это животное. Ну, это животное. Ну, мамочка, что-то. О, может другой. Я тоже так не думаю. Вот это ее, кстати. Да, да. Вот это уже не ее. Вот это мелкий не ее. Помельче чуть-чуть. О, вот это уже не ее. Так, тихо, тихо. Ну, я их смачно одеколона всех смазал. Ее смазал уж на бак. Если она не должна, кроме запаха одеколона, ничего чувствовать. Ну, я надеюсь, что да, все будет хорошо. Я говорю, есть спрей, использую там, специальный спрей. Ну, спрея у нас нету. И даже в этом. Мы были только в шеретаптеке, там тоже нет никакого спрея. Обычным, да, с резким запахом что-нибудь такое. Одеколон, духи можно использовать. Да любую дрянь, которая хорошо запах перебивает. Может, то, что ты что используешь, она тоже запахает? Да, она на меня внимала. Вот видите, начала успокоилась. Начала пол там смотреть, все. Я сейчас выйду, я думаю, будет нормально. Я тут встаю, чтобы, если в случае чего, успеть хоть с носока ее пробить. И она не доживет ее. Укидывает успеть. Да, чтобы малышей успеть от нее отобрать. Но я буду надеяться, что все пройдет хорошо. Вот это, кстати, не ее. Понять, что у нее на уме нельзя. Кстати, смотрите еще какой момент. Если вдруг свиноматка себя ведет неадекватно, агрессивно, вы не подходите к ней. Даже вот такая маленькая с человеком сделает все плохо. Используйте щит. Ну, берите, да, вот реально щит там хотя бы такой метр на метр. И за щитом прячется, да, вполне реально все можно, какие любые действия. Щитом ее закрывать. Она, в принципе, тупая. Ну, она не будет понимать, что вы там за щитом прячете. Наверное, она сейчас будет кормить выпусками. Я сейчас зайду, спустя, чтобы это снимать. Используйте щит. Он вам поможет. Он вам поможет. Вы любую дикую, самую обуздаете, самую необузданную тварь. Потому как, ну, случаи бывают разные, вы же понимаете. У меня была вообще перватка. Одна из первых синоматок, которая у нас поросилась. Она просто убивала поросят. Он только пискнет. Она разворачивается и бьет его сразу зубами. Загрызает вот тут. Зубами схватила, сжала, выплюнула. Поросенок еще помучился трошки, умер. И так она делала со всеми. Мы привезли в ветврача, он там усыпил, все. Но эффект был нулевой. После вот этих всех наркотических ее изысканий, она просто ложилась на пузо и не кормила их. Да, уже перестала их кусать, бить. Короче, мы ее отправили на забой. Вот и умничка какая. Сейчас будет их кормить. Если она их начнет кормить, все будет хорошо. Мы сейчас уйдем. А те, кстати, там пососались, если сейчас здесь, пока поищут. Вот молодец, умничка. Только же не в ту сторону. Дятел ты, а не собака. Молодец. В принципе, я думаю, все срастется у нее, она их примет. Давайте еще доснимаем, посмотрим. Я предварительно за час где-то помазал ее, тщательно промазал ее и поросяток, и тех поросяток, которых будут пересаживать. Смотрите, у них синхронно происходит процесс кормления. А по голосу она подает команду. Вот видите, она сейчас будет хрохкать, тогда это значит, надо идти кушать. А это ко-ко-ко. И такой звук такой пух. О, дерутся. Может, да не хавчик. Ну ничего. Сейчас разберутся. Как бы достаточно, ну как. Вот видите, что творит, вынюхивает. Что она там нюхает, неизвестно. Я надеюсь, запах перебил нормально ей, и она не сможет ничего нюхать левого. Маша, пососите, оботрите себе еду, там ее запах. Да лягай уже. Давай, давай. Маша, ложись, а давай не выделуйся. Кстати, мамочки неплохие, аккуратненькие. Такие, ну как бы не падают, ложатся аккуратно, как должно быть. Еще можешь лопиться. Я специально опилок подсыпал, чтобы запах был один. Свежие опилки, они своеобразный запах имеют. Потому что она же в них все равно. Ну, как бы в вуне нет такой. Я не знаю. Ну, как по мне, она ничего не должна нанюхать. Мы же не знаем, что нет. Да, но будьте внимательны. Этот момент, конечно, лучше проконтролировать, чтобы все у нас пошло как надо. И в случае, если что-то пойдет не так, чтобы успеть хоть спасти их. Поросятки между собой передерлись, а уже тоже как бы запах перебивается. Но она все равно вот возбужденная. Смотри, уши. И никак не уляжется, чтобы дать им пососать. Может, что и мы еще тут, со своим присутствием. Что ты? А? Да, не. Ну, она вот этого мелкого просто не может успокоиться. Плюс мы выпустили на улицу. Она не видела, как мы подносили их. Потому что, как подносишь, она прямо, ну, она, кажется, не смотрит. Там сразу зырк бежит, что там принесли. Отвлекусь. Смотрите, сейчас подрекламлю опять этих самых производителей бактерий. Видите, какой у меня тут полы сделано все. Все классненько. И не надо рассказывать, а то мне тут рассказывал чудо-ветеринар, любитель в гамне поковыряться. Что вот на опелках поросят они могут родиться, а потом они не могут ногами научиться ходить. Такую чушку донес. Все они нормально и кушают, и водятся, и кормятся. И в гамне никогда не бывают. Всегда чистенькие, всегда не вонючие. Запаха вообще никакого нет. Тут можно даже жить с ними. Если вдруг закончатся дрова, можно спать прямо на этом полу. Все тут не воняет. А пилки уже лежат второй год, по-моему, здесь. Или уже два с половиной, наверное, года. В принципе, я не менял. Ну, нормально все работает. Единственное, конечно, самый главный момент, не перенаселять. Потому что народ начинает пишеть там глупости всякие. У меня превратилось в это, в жидкое болото. Ну, так тебе написано, 2,75 на голову площадь должна быть. Ты, в свою очередь, захерачиваешь на эту площадь шесть свиней. И потом удивляешься. А почему? А потому что ты долбоеб, елки. Как тебе объяснить? Если площадь соответствует количеству находящихся на ней свиней, соответственно, все работает прекрасно. Здесь нельзя, да, нельзя в сарае, допустим, 2 на 2 держать 8 голов. Нет. Это недостаток технологии. Я не спорю, что, допустим, на огромный, на маленький сарайчик, ну, вот в таком сарае, как здесь, можно было 15 штук держать. Я так и держал, кстати, 15. Да не, нормально. Давайте сейчас вернемся к нашей героине. О, Сисю начали искать. Пока только ее. А вон этот четвертый, пятый лезет чужой. А не, тут двое чужих. Смотрите, все. Сейчас, если даст все, все, он может спокойно, с чистой совестью уже валит отсюда. Успокоилась. В принципе, я думаю, все будет хорошо приняло. Смотри, что творят. Уже ее раздеребанивают. Сейчас они завалят, и будет все хорошо. А теперь у нас получается, свинка не 11 поросяток перегружена, а всего 8. А 8 поросяток это уже... И у этой 7. И у этой 7. И она не будет прогуливать у меня, гулять. По соскам, короче, они все по 14 сосков. Они все как бы нормальные. Ну, на... И мы отбирали как раз таких, чтобы было чем больше сосков, тем лучше. Даже если не будут использоваться. Ну, как бы 14, конечно, это очень много. 14. Хотя, чем больше поросят, тем больше прибыль. Но в случае, если поросят будет больше десятка, готовьтесь к тому, что будут они не дуже огромные. Хорошие, да. Это будут такие задохлики, там, счастливые. Ну, тоже имейте это в виду. Маленькие нюансы. Хоть и будете их там докармливать, там и... Нет, я вот читаю, хлопцы, ну, там, народ пишет, вот у нас там обратно есть, ну, держат корову, допустим, поют обратно. Конечно, с обратно, да. Сиворотки, там, такие слоняки, да. Смололез. Ну, единственное, да, чтобы не задрыстались, а тут такая уже проблема возникает. Давай. Смотри, смотри, своего принюхала, что он воняет этим, едаформа. Он же так воняет, что капец. Давай я, может, ему еще чуть-чуть посыплю. Смотрите, малыши, он взбивается в кучу, трутся вдруг об дуло. Это очень хорошо. Ну, и отлично, хорошо. Все будет. Я думаю, будет все классно. Ну, я сейчас почухаем немножко. А то это у нас свинка, она у нас такая, в принципе, большая, все классно. Но из-за того, что она, уж сильно она бекон, боросятков у нее было мало. Ничего страшного. Не попрешься против природы. Как же, фигуру, малоплодные. Это легло. Да, бекон и малоплодные. Вот, петрены там вообще, там 6, 7. Дюрки тебе попроще. Дюрки и 14, и 16, у них считается нормально. Ну, они такие более мясные. Ну, они, у них нет, он не так ярко выражен. У них все равно там есть какое-то сало. Ну, понты того сало. Конституция немножко не такая. А это именно он с голой. Ого, ты что? Я же не думал, что такое прям недотрога стало. Все никак не ляжется. Может, мы ей мешаем. Давай, мы, наверное, пойдем, да, Илюх? Может, цветы выпьем. Будем считать. Ну, не мешает, чтобы не подавило. Ну, вырубим. Сейчас светло, оно что-то свет есть. Я просто снимал. Сейчас будем выходить, выключим. Видите, вот роет, роет. Хочет лечь. Ну, мы тут и лазим, поэтому... Хотя, вон, это Лехова. Ей пофиг. Вообще все. Хочет лечь, она ляжет. Температура... Вот, кстати, я от подстилки еще отвлекусь. Температура на полу, ну, вот, буквально чуть-чуть копнешь, и она там, ну, прямо греет, конкретно греет. Я не знаю, градусов 35, наверное, сжет. Ну, если глубоко вкопаться, на штык, допустим, прямо сжет руку. Чуть выше, как раз нормально, поросятки чувствуют себя очень хорошо. Мамка героиня у нас улеглась. А мамка приемочная, ой, то есть приемочная, все никак не уляжется. Ну, я думаю, все будет хорошо. Ну, что тут? А, ну, садикам. Любой запах. Видите, подстилка, подстилка отлично, как работает. Это не дает ни запаха, ни аммиак, не идет, ни маня, ни человек. Да нет, да. И кто бы мне что ни рассказывал, ни писал, ни обсырал там пацанов, которые вот эту подстилку делают, хочу сразу отметить, что это все... Самое... Ну, если человек дурак, то ему же ничего не поможет. Если человек хоть чуть-чуть при памяти и умеет читать инструкцию по эксплуатации прибора, то все получается отлично, никаких проблем не вызывает. При этом, я хочу сказать, я на этой подстилке как свиноматок держал, так и на откорме держал, и БМВД давал, и все это перерабатывалось. Там есть момент такой, что если бы, мол, БМВД, может, не будет. Она не будет работать потом. Нету там никаких антибиотиков, ничего, все работает. Поэтому... И даже было, мы давали антибиотики, пролечивали. Помню, когда-то было, что-то у них было, какие-то грустные были. Я не колол Илюха, а давал вот тот, как он назывался, еще видео снимал. Он и для роста улучшает рост в виде порошка. Там первый антибиотик, чтобы был изобретен линьми, вот это из него... Не, ну, как-то назывался, я не помню сейчас. Но суть в чем, что даже когда мы в корм вводили эту добавку, как бы все было хорошо, поросята... Ой, подстилка не застывала, все работала. Ну, все, успокоилась, видите, кушает. Я думаю, все будет хорошо. Сейчас она их покормит, мы уйдем, и все будет нормально. Часа четыре прошло уже, да? Вот прошло часа четыре. Видите, поросятки понаходили себе сиськи свои. Терек, как родные. Тихо, тихо, тихо. Не будем мешать, сейчас мы убежим. Все, свинка приняла поросята. Чувствует себя, как усят ума. Мудрый, да, ничего не подвезли. Не, у всех... Пошли, закрывай тебя. Выходи. Так вот, несложно таким способом, простым, можно вполне свинку приобщить к новым поросяткам. Пересыпать, рассыпать, и все будет хорошо. Поросята начали там. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а то уже 16 минут, 20 минут видео, и нет, а вы плюете сейчас. Короче, всего доброго, и пусть у вас не возникает никогда никаких проблем с поросятками, они растут, плодятся, и приносят много прибыли и денег. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...